всем привет мои хорошие с вами Катя, это канал JJFamily и у нас эпизод 400 дней мы проходили за Винцей, за Уайта, теперь давайте поиграем за Shell, в общем узнаем что к чему, что было у них так опять у нас это заправка интересно сколько дней уже прошло девчушка а так и старики это из Кроуфорда да 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 ты старика не из Кроуфорда но который с Вэнсоном или с кем они нам помогали шоу 236 день с начала эпидемии то есть представляете почти год еще твоя сестенка хорошо играет да у Бекки был хороший учитель стеф спасибо за это ей нужно было сосредоточиться на чем ты знаешь помимо всего остального да уж вырасти в таком мире как думаешь это сильно отразится на ней я пытаюсь защитить ее от этого мира настолько насколько это возможно но у нас здесь все довольно неплохо я хочу чтобы она выросла здесь а не за этими стенами Бекки Бекка хороший ребенок сейчас дерьмовые времена и ей все равно придется пройти через это спасибо стефани ну да эти стадики оттуда с той канализации из того морга где мы их нашли Бекка это было замечательно спасибо сестренка может будем повторять это каждую неделю это отличная идея может мы все устроим что-то вроде шоу таланта это было потрясающе Бекка нам всем сейчас нужна музыка а я рассказывал что я рассказывал что играл в группе да Роман ты нам рассказывал она не хочет слышать об этом снова ладно ладно в таком случае возвращаемся к работе ой благодаря тому что будет вырасти овощи в саду сегодня у нас будет свежий суп ладно за дело хочешь помочь мне еще провести проверку запас еще бы на этот раз ты будешь провести фанатики а я пушки ну уж нет лучше проверить все ли фанатики работают мы ведь не хотим застрять в темноте да это было бы неплохо шоу когда у меня будет минутка стоять если на заднем дворе когда у тебя будет минутка хорошо так ножи эти ножи не мешал бы наточить не волнуйся они в нашем списке так опа пятна крови ты знаешь что здесь произошло нет роман говорит что это уже было здесь когда он и стефани нашли это место в эти времена могу случиться все что угодно лучше об этом не думать так касса ну хотя давайте сюда подойдем пистолет что у нас как у нас патронами лучше чем мы думали мы давненько не позвали не пользовались оружием это хорошо одного не хватает мы так и не нашли этот фанатик нет наверное он где-то на кукурузном поле что да ничего что хотел роман пока не знаю ты собираешься это выяснить да сейчас посмотри какая девчушка то стена выглядит странно без картинки но будет хотел найти место где бы он мог вешать свои собственные картины думаю пусть он тут это и делает ну да реально вот эти три старика это саванны именно саванны которые там были выгнаны из так надо сходить к этому роману рома рома роман где ты супчик кто хочет супчик из свежих овощей вкусно пахнет так еще и свежих овощей приготовлено так сказать своих следующий раз когда мы пойдем на вылазку за припасами нужно не забыть поискать лампочки у них значит есть тут питание электропитание ничего себе интересно полка припас начинает заканчиваться слава богу что теперь у нас есть сад так есть сад на задний двор надо выйти я просто не расслышала куда он сказал идти блядь ты напугал это в смысле он голоден наверно зашли сейчас время кормежки вы чё плит зомби приручили он не животные роман но он и не человек больше нет знаешь твоя сестра сказал что хочет заниматься их кормежки роман может это обсуждали бэйке не нужно заниматься такими вещами слушай я знаю ты думал что легкая жизнь для нее будет лучше но это не так я знаю просто хочу чтобы она еще чуть-чуть побывал ребенком все будет хорошо пока она может защитить тебя но я не хочу чтобы люди стали ей безразличны а что есть тот не знаю пойду проверю а я пойду внутрь жду не дождусь супа зачем им зомби нахрена них приручили чтобы лица дебилизм с ним лучше не разговаривать когда я ем я глухо не ем так что все пойдемте глянем что он там жрет может какую-нибудь кролика птичку крысу господи смысле кого на есть щенка бедный щеночек кошмар как он забрел ты сюда блин я лучше тебя обойду слушай ты какой-то очень страшный дай ест щеночку господи ты придурочная что ли придурочная что я нашел я постоянно просто нельзя вот так вот пугать людей теперь уже нельзя это небезопасно а что если бы у меня было оружие я могла подумать что ты ходячий о чем ты я видела ходячего на заднем дворе который ее щенка щенка да думаю это просто подействовало на меня понимаешь он был такие маленькие последнее время не думаешь о детях но после всего просто принимаешь это как должное вот так до них можно легко забыть верно ну а потом понимаешь вот он ты видишь его и хочешь защитить а теперь его уже нет херово но если клайв умрет мы можем заменить им тех ходячих ходячих из него будет лучше сторожевой пёс бэка шелл бэка снаружи что-то происходит что там не знаю что это похоже нам нужно найти романа роман ты где что происходит то сюда все черт идем нужно найти романа гоу господи господи что ты с ним сделал я лишь завязал ему глаза и связал руки и сбил его кто-то другой эти синяки уже были когда мы его поймали сторожевые псы застукали его при попытке утащить припасы он укушен нет они подобрались не так близко что он украл еду лекарства все на что только смог наложить свои руки он не взял ничего необычного никакой информации от него я получить не смог не думал что он говорит по-английски поверить не могу за последние пару недель нам проникали уже дважды когда на нас напали в прошлый раз мы не смогли их поймать и они ушли с огромным количеством медикаментов мы все знаем как непросто выживать там он пришел сюда за едой давайте просто отдадим ему еды и отпустим а что если он не один он мог быть разведчиком будь он не один мы бы их уже заметили мы не можем рисковать отпускай его но почему бы не позволить ему остаться думаю это неплохая идея нам бы пригодились еще люди которые помогли и безопасности будет нам не нужны здесь лишние люди да и посмотри на него чем он нам поможет он даже не бит по-английски наша группа держится лишь потому что мы умеем общаться между собой то есть теперь ты будешь сидеть по расе конечно нет но сама подумай он не останется здесь если вы примете примете в группе незнакомцев последний раз когда мы так сделали мы потеряли бри а зачем и вернен с его проклятой лоткой а стоп 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 так вот она чего это вообще получается люди после того после истории с крылем то есть когда они украли лодку бри помню ближе в школе умерла а потом еще и вернен с этой лодкой все понятно это вот эта история это уже после основной сюжетки группа развалилась из-за верна его лодки а не за двери к незнакомцам вернен все это время охотился за лодкой группы саванны и когда она осталась без присмотра то мы просто украли ее вот тогда наша группа и развалилась и ему нельзя здесь оставаться согласен оставлять его здесь не вариант его состоянии мы нельзя потратить на него припасы слушайте мы все знаем какие у нас есть варианты так что давайте решать либо мы отпускаем его и рискуем либо мы убиваем его серьезно господи ты серьезно роман правдить его не дано мы отпустим его это единственное правильное решение говорите мы не можем отпустить его но убить его неужели за решение стефани бойт вы не хотите убивать его мнение джойс и клайва нам тоже известно решающий голос за тобой что ты выбираешь почему так жестко то все мы должны освободить его мы не можем да он даже не вооружен нельзя убивать его это не самозащита да а что если он вернет сюда и навредит нам это не одно и то же но в прошлый раз джойс это было давно если мы убьем его то потеряем часть себя которую не сможем вернуть я чувствую это мне боком выйдет я еще не готова расстаться с ней вот чувствую что боком не это мое решение выйдет но я не могу как вот можно просто так людей убивать дайте ему еды 3 или 4 консервы знак доброй воли а затем уведите отсюда я не знаю понимаешь ли ты меня нужно тебе понять вот что сегодня ты был на волосок от смерти а если ты еще хоть раз хоть раз придешь сюда или расскажешь кому-нибудь о том где мы где мы тут будешь жалеть что не умер сегодня да нельзя просто так убивать людей каждый выживает как может и он тоже хочет жить поэтому 259 день с начала эпидемии я чувствую что это выйдет боком на что поделать у тебя есть четверки нет у тебя есть семерки ага я скучаю по игре на гитаре для публики смысле это было глупо но весело почему мы больше так не делаем со временем того нападения мы многое перестали делать не стоило отпускать его парня будет был бы жив и все остальное было бы как раньше будет был уверен что мы поступили правильно а теперь роман помешался на том что ты же знаешь что это невозможно да но последний раз роман не хочет рисковать тогда ему стоит починить сломанные доски у парковки бека ты что опять выходила за стену ты знаешь как это опасно да это же не опасно там нет никого кроме этих медленных ходячих о чем ты к нам же два раза пробирались там может быть кто угодно что если кто-нибудь увидит тебя и пойдет за тобой не будет такого черт возьми бека шо мне нужно с тобой поговорить и я же знала что мне это боком выйдет но в чем дело здравствуй бека привет когда у тебя появится время подойди ко мне нам нужно поговорить это важно я буду снаружи ты меня заметишь дай нам минуту хорошо только не задерживайся что такое думаю все в порядке не волнуйся он сказал что это важно да она сейчас для романа важно все оставайся здесь я скоро приду я расскажу тебе в чем дело когда вернусь блин ну не смогла бы я просто так убить человека но но это не знаю так нам туда идти получается этого дедулю убили да ну что поделать у любого лидера бывают ошибки все мы люди все мы человеки просто вот так вот убивать блин ну это игра настолько неожиданно тут не знаешь какой не за какое твое решение какое твое действие будет правильным дело стефани что произошло мы поймали ее при попытке сбежать может она не сбегала может она ненадолго захотела выйти за стену с тех пор как случился тот инцидент ты сделал это место не знаю угнетающе мы сделали его безопасно она явно пыталась сбежать она забрала с собой большинство патронов и медикаментов она кинула нашел всех нас а теперь мы снова в том положении что не можем держать ее здесь но и отпустить тоже не можем ты понимаешь почему я тебе это рассказывал да ты хочешь чтобы я позаботилась об этом именно ты и будет хотели отпустить того парня уговаривали всех нас рискнуть мы рискнули и мы ошиблись а теперь будет мертв теперь у нас нет такой роскоши теперь мне нужно знать что ты с нами на все сто процентов но она одна из нас это другое дело нет уже нет когда стефани хотела уйти оставить нас без медикаментов и патронов она понимала что это означает смерть для всех для всех нас у тебя есть пушка она в трейлере я даю тебе пять минут чтобы собраться с мыслями господи что же мне сказать бейки это решать тебе что бы ты ни сказала я поддержу тебя шелл в чем дело у меня неприятности то что я сейчас скажу будет очень больно слышать в чем дело дело в стефани она украла патроны и медикаменты и попыталась сбежать господи господи нахер она это сделала роман говорит что мы должны убить ее я согласна зачем она так поступила с нами она просто испугалась она совершила ошибку значит это будет ее последняя ошибка бека стефани твой друг она была моим другом роман хочет чтобы я это сделала меня жаль так как у них так легко давай просто покончим с этим твой пистолет там в ящике как это просто легко от них взять взять и пистолет человека знаешь мы не обязаны это делать мы можем просто уехать что раньше мы выживали одни если уедем сейчас то будем уже далеко прежде чем они поймут в чем дело трехнулась и куда мы поедем там ничего нет пока мы здесь то будем безопасности группа защитит нас но надолго ли не знаю но если мы будем выживать одни мы проживем меньше то может ты знаешь правило если мы попытаемся уехать роман выследит нас у нас нет выбора теперь мы такие ну роман да на всю голову больной так что ехать я не хочу быть тем кем мы стали тогда позволь мне это сделать нет это сделаю я ты никогда не должна делать такие вещи просто мне нужна минута как же все херово и не говори шелл пора мне кажется господи если мы уедем то реально роман нас выследит и убьет придется я не хочу подвергать опасности если ради этого нужно стать такой значит так и будет тем более она решила реально покрасть всех нас это некрасиво может быть конечно и тогда надо было того убить но как может быть он был бы может он хороший кто же знает мне жаль мне тоже но опять таки тут мы защищаем свою сестру но здесь хотя бы мы поняли какое-то время то есть это после того как бэнсон сперли нашу лодку уплыли и в итоге не особо то у них все это получилось судя потому что и венцена нет остались только три этих человек и уже два да в общем вот такие вот тут истории на самом деле трудные выборы мне кажется даже труднее чем в основной игре потому что ты вообще тут людей не знаешь ты не знаешь что надо делать не знаешь всю эту обстановку если просто в сюжете да в основном сюжете ты понимаешь ты уже столько с этими людьми и ты знаешь за кого стоит бороться за кого нет то тут вообще просто тебе кидают такие типа на тебе пистолет вот убей архива знаю потому что он хороший там может быть наоборот я почти точнее не убью да оставлю в живу плохого и который сделать нам плохо ну как здесь я оставила в живых парня в итоге нас обограли ну кто знает может быть меня может быть бомба у хорошей то есть это такой мир которым ты не знаешь кто хороший кто нет в общем ребятки на этом мы закончим в следующий раз будем играть за расова так что ребят не забывайте подписываться ставить лайки оставлять комментарии нажимать колокольчик и вступать в все группы которые у нас в описании на этом все всем спасибо вот такие вот у меня выбор странный всем пока пока